Продолжение следует... От слова происходит, от слова пусто. Имеется в виду пусто на еду. Вот так произошло это слово. В это время мы прежде всего ограничиваем себя в пище, в удовольствиях, в развлечениях, для того, чтобы наша духовная сила окрепла. Поскольку, как говорит апостол Павел, плоть, имеется в виду не само тело, а как бы плотская жизнь человека, она стремится в одну сторону, хочет одного, а дух хочет другого. Они друг другу, как говорит апостол, противоречат. И для того, чтобы усилить духовную жизнь, необходимо ослабить жизнь плотскую. Один древний святой сравнил это с ударами отрядов конницы по обозам вражеской армии. Если вы хотите, чтобы вражеская армия воевала слабее, надо лишить ее пищи. Вот нападите на обозы, это знает любой военачальник, говорит он. Вот так же и здесь. Устав поста очень строгий. Первые три дня вообще человек раньше ничего не ел. Включая, кстати, и царственных персон. Например, известно, что Алексей Чешайший, Алексей Михайлович, вкушал Великим постом первый раз уже во второй половине дня в среду, после литургии прежде священных даров, молясь и выстаивая все службы полностью. А это, может быть, было больше 12 часов в день. Вот предполагает воздержание от мясного, молочного, желательно сладкого. Но на самом деле, конечно, это должен подбирать человек себе, может быть, сам посоветовавшись духовником. Потому что та мера, которая изложена в типиконе, она рождена среди монашествующих более тысячи лет назад. Людей, которые привыкли к аскезе, любили ее, имели к ней глубокий вкус и желали ее максимально использовать для усиления духовной жизни. Вот, конечно, современному горожанину, человеку, который бежит и много работает физически и интеллектуально, или учится, выполнить устав практически невозможно, хотя я свидетельствую, что у нас есть прихожане, их немало, которые выполняют устав полностью. Даже они, кроме субботы и воскресенья, не вкушают пищу с растительным маслом даже, даже без него. Но вообще традиция такая, устоявшаяся более-менее традиция для мирян, воздержание от мясного, молочного и рыбного, но с растительным маслом. А дальше начинаются уже рассуждения для каждого человека с духовником. Человек может служить в армии, человек может болеть, болезни уже есть очень существенные ограничения. У человека может, например, болеть желудок, и тогда он не может без кисломолочного. Если он не будет его вкушать, его просто заберут на скорой и повезут на операционный стол. Конечно, пост не имеет таких целей. Потом надо понимать, что все-таки интересное ограничение поставит средство, а не цель поста. Вот один древний святой привел такой пример замечательный. Говорит, вы когда приходите на рынок, вам ни один продавец не будет хвастаться тем, какие у него удобные и красивые инструменты. Он будет пытаться продать вам изделия. Он говорит, вот так и Господу совершенно не будет интересно, как мы постились, важно, чего мы достигли. А чего мы должны достичь с этого? Вот с этого инструментария. Что мы ждем от него? Какого результата? Мы ждем более легкой и более глубокой молитвы одновременно. Большего времени, посвященного молитве, большего усилия. Мы ждем большего усилия, направленного на христианское поведение, на приобретение добродетели, на смирение, на кротость, на воздержание, на чтение священного писания, на ставление святых отцов, на молитву в храме, на служение своим ближним, на мирность с ними и прочее, прочее. Больше христианских дел. Мы не найдем ни одного добродетельного труженика святого, причисленного к лику святых в истории церкви, который бы достиг совершенства добродетелев, не прибегая к посту. Это невозможно. Вот это как бы самая первая ступень. Знать ей цену как инструментарию надо, но пренебрегать ей при этом, как не самый важный, тоже нельзя. Уже мы сейчас только что сказали о второй, самой важной цели поста. Это приближение к Господу через восхождение к добродетельному строению души. Еще хотелось бы сказать, что Великим постом я советую чаще причащаться, может быть, каждое воскресенье, может, даже еще чаще. И не пропускать те уникальные, совершенно потрясающие службы, которые есть только в этот период. О каких службах может идти речь? Чтение Великого Покаянного Канона, автор которого преподобный Андрей Критский, совершается, разделенное на четыре части, вечером на Первой Седмице, в понедельник, вторник, среду и четверг. Называется это греческим словом «Мафимоны» или «Великий Покаянный Канон». Это совершенно удивительные аллюзии и ссылки к Ветхозаветной и Новозаветной истории, которые помогают душе взглянуть на себя правильно. Можно так несколько рискованно сказать, взглянуть на себя Божьими глазами. А это и есть покаяние. Вот иметь мужество, назвать вещи своими именами, себя называть грешником, не просто где-то чуть-чуть согрешившим, вот, а так все, я молодец. А на самом деле грешником настолько, что я имею нужду в спасении, и поэтому я жажду спасителя. Службы, совершаемые в среду и пятницу с утра, литургии прежде освященных даров. Дело в том, что с древнего времени, во время Великого Поста, кроме субботы и воскресенья, не совершается полная литургия. Для того, чтобы христиане могли все-таки быть укрепленными в своей духовной жизни, оставлялись в храмах освященные святые дары, причистотелы и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Они преподавались людям. Вот так сформировалась служба литургии прежде освященных даров. Затем, конечно, постом обычно, это сложившаяся достаточно новая практика, но уже общая церковная, мы соборуемся хотя бы один раз, потому что среди нас нет нового человека, который вообще не болеет. Вот затем мне хотелось бы сказать о том, что на пятой неделе Великого Поста в среду вечером совершается знаменитая служба «Стояние Марии Египетской», когда читается ее житие. Это единственный раз, когда по уставу читается житие, и полностью читается весь Великий Канон. В пятницу этой же недели, пятой вечером, служится служба, которая относится уже в вечернюю службу, относящуюся к субботе, которая называется «Похвала Пресвятой Богородицы». И там поется, разделенный на четыре части, удивительный и глубочайший, послуживший образцом для всех остальных акафистов, акафист Пресвятой Богородицы в избранной воеводе победительной. Удивительно красивая служба. На второй, третьей, четвертой седмицах по субботам совершается поминовение усопших. Это родительские субботы, три раза за Великий Пост. Ну и, конечно, начиная с Лазаревой субботы, на Руси все дела откладывались, все работы, какие только можно было, закрывались, и все были каждый день на службе. Лазарева суббота, вербное воскресенье, и затем понедельник, вторник и среду воспоминания событий Страстной Седмицы, когда Господь грядет на вольную страсть. Так и звучат эти слова. Удивительные по своей глубине и по этической силе тексты, созданные богословами-поэтами прошлых эпох, удивительные напевы. Все помогает человеку погрузиться в это скорбное время Страстной Седмицы, и тем не менее через все это пробивается все ближе и ближе подходящий свет Пасхи Христовой. Начиная со среды вечера, службы христианин признан посвящать все по возможности. Если у них есть такая возможность, то не делать, это, конечно, потери. В четверг воспоминания о Тайной Вечере, Великий Четверг Страстной Седмицы, день, когда мы вместе с апостолами приступаем к Иссету Чаше. В этот день в Древней Церкви и сейчас все христиане причащаются. Невозможно себе представить, чтобы Господь пригласил на Тайную Вечерю своих апостолов, а один из них сказал, Господи, у меня есть более важные дела. Вот мы тоже ученики Христовы, хотя они не такие хорошие, как апостолы, но мы все приглашены в этот день. В четверг вечером служба «12 Евангелий» Страстная Утренняя, где читаются 12 отрывков из четырех Евангелий, обрамленные удивительной по красоте и глубине текстами, рассказывающие о гефсиманском молении, аресте, суде, неправедном распятии и смерти на кресте Господа Иисуса Христа. В пятницу литургия не служится. Это по той же причине, почему литургия не служится с понедельника. По пятницу весь Великий Пост ослужится преза священная, потому что литургия – это всегда торжествующий, воскресший Христос, который приходит к нам. В пятницу Бог и человек зашел на крест, и по человечеству Иисус умер на кресте. Литургия не служится, совершаются царские часы, затем вечерняя с чином погребения, простите, с изнесением плащаницы, утренняя, которая именуется чин погребения, но вообще в богословии утренней Великой Субботы, конечно, это сошествие в ад Господа Иисуса Христа. Ну и, разумеется, самая главная служба, самое прекрасное, самое светлое пасхальное богослужение, на которое приглашаются все христиане. Чтобы почувствовать радость христианства, надо быть на пасхальной службе, иначе вы никогда ее не почувствуете. И причащаться в этот день, в эту ночь точнее. Вот, потому что, ну, для меня, например, это самое высокое откровение о том, каково будет царство Божие. Это пасхальное ночное богослужение. Ничего радостнее в году для меня нет. И, я думаю, что для очень большого числа христиан. Поэтому, вот если так кратко описывать, как бы, период Великого Поста, то вот советую, чтобы вы не потеряли тот опыт, который христиане предыдущих веков запечатлели вот в этой уставной практике.